Работа по подготовке генерального плана города-курорта, который рассчитан на 20 лет, велась начиная с 1993 года. Над ним трудились 10 субподрядных организаций, создано около 300 чертежей. Но именно за последние два года местной власти удалось завершить серьезную, кропотливую работу и сегодня обсуждать не планы, а готовый, качественный документ. Как отметил главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин, в истории Анапы такой масштабной работы не было давно. Это не просто работа одного проектного института или группы проектных институтов. Это работа города, потому что все исходные данные город давал совместно с проектным институтом. Это совместный документ, главный документ развития территории на многие-многие годы. Валентина Кипчатова, почетный архитектор России, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, представляла проектный институт территориального планирования Краснодарского края. Она отметила, при разработке генплана старались учитывать буквально все. Была выполнена топосъемка каждого населенного пункта с наложением кадастровых, геологических и археологических данных. Учтены все памятники археологии. Были разработаны бериуголкрепительные процессы, вплоть до строительного материала. Учтены и требования, обеспечивающие гражданскую оборону. Также изучалась вся экономика. Уделено внимание каждой отрасли – сельскому хозяйству, строительству, развитию транспортной составляющей. Учитывался прогнозный рост размещения населения. Большое внимание будет уделено дорожным развязкам. Вот этот вот узел. У нас здесь постоянно пробки, и мы весь транзитный транспорт тащим сюда. Мы возобновляем тему объезда вокруг Чембургских озер. По словам специалистов, пересечение краевых и федеральных дорог возможно только в двух уровнях. Поэтому в Анапе появится дополнительно 17 дорожных развязок. То есть, не въезжая в город, можно будет попасть в любой сельский округ. Развитая инфраструктура будет в третьем А и Б микрорайонах. Зазеленеет бульвар. Его протяженность составит несколько километров. Зеленая зона протянется от высокого берега до Анапского шоссе. Будут построены больницы, новые роддома, школы, садики. А возле торгового центра Красная площадь разместятся спортивные комплексы. На Пионерском проспекте вся курортная зона останется без изменений. С сохранением дюн и зеленых насаждений. Добавятся только детские развлекательные парки. В Витязево построят много социальных и культурных объектов. Детсады, школы, дома культуры. Останутся без изменений и плавни. Будет только облагороженная прилегающая к ним зона. Появится набережная. На въезде со стороны Анапской построят автовокзал. Что позволит жителям рассвета, хоторов Заря и Бужор в села Гайкадзор на междугородный рейс отправляться, не въезжая в город. По Анапе планируется 24 детских сада, 11 – общеобразовательных школ, многопрофильная больница на 700 мест и детская больница на 100 мест. Городское кладбище будет увеличено ровно в два раза. В ходе обсуждения генплана жители Анапы интересовали вопросы схемы доснабжения, канализования, газификации. Учитывалось ли при составлении документов емкость природных ресурсов, какова будет высотность многоэтажных зданий и как будет проходить развитие еще одного большого микрорайона – Алексеевского. Нашим генеральным планом предусмотрено в Алексеевке строительство детского сада на 200 мест и детского юношеского центра развития единоборств. Строительство детского сада на 280 мест дополнительно, кроме этого, среднеобразовательной школы на 825 мест. Многих интересовала тема Анапского морского порта. Анапчане спрашивали, обретет ли он статус грузового. Что касается порта, все вопросы и спекуляции на предмет превращения его в грузовой, я думаю, надо прекратить раз и навсегда. Даже при всем безумном желании сделать грузовой порт, это невозможно ни технически, ни физически, ни в документальности. Он был, есть и будет пассажирским портом. По завершению обсуждения генплана главный архитектор Кубани дал положительную оценку первым публичным слушаниям. Собрались неравнодушные люди, и такой достаточно горячий был разговор, но очень позитивный, очень, мне кажется, положительный результат мы получили. И вот те 50 еще с лишним слушаний, которые должны пройти в населенных пунктах, они будут в продолжении вот этого главного разговора. Надеюсь, что тоже позитивно. Такие же максимально открытые публичные слушания по главному документу города, генплану, пройдут во всех 52 населенных пунктах Анапы. Светлана Авилова, Алексей Мухуртов, Анапа. Регион.